мы в эфире и хочу сразу задать главный вопрос от имени многих многих своих зрителей пальмовое масло не российский товар однако же под санкции не попала пальмовое масло случайно или нет как ты считаешь она не попала под санкции абсолютно осознанно более того сегодня мы понимаем что пальмовое масло будет россии больше потому что прекращение поставки семечки семян для весеннего села в российской федерации вызовет снижение количества производства россии обычного масла значит увеличение экспортно пальмового масла с учетом того что в россию заводится грязное техническое пальмовое масло нас ждет помимо всех проблем еще и розы заболеваемость особенно онкологическая с учетом того что у нас резко сократили наши западные конкуренты поставку онкопрепаратов нас ждет большой-большая эпидемия помимо ковида еще и онкозаболеваний что будем делать и когда правительству будем морду бить я сейчас серьезно спрашиваю потому что в ситуации когда народ а либо с президентом либо не с президентом а еще пальмовое масло гонят то прости пожалуйста если президент не поддержит нас в этой борьбе он власть не сохранит что будем делать какие предложения на самом деле предложение было всегда очень простое она элементарная каждый месяц практически российскую федерацию приезжает через черноморские порты которые пропускает турция 100 тонн 100 тысяч тонн корабль приводящий техническое пальмовое масло нужно просто нарыть его проверить если это не пищевое пальмовое масло сказать спасибо везите обратно пропускать то есть не ловить его по россии вот сейчас мы пытаемся его ловить по россии знаете как блох разбежавшихся уже по всей округе надо перекрыть просто дорогу дорога в стране одна это черное море один корабль в месяц который приводит техническое пальмовое масло огромнейший гигантский корабль и сгружает у нас стране давай с тобой будем предельно откровенно кто крышует пальмовое масло в россии многие называют фамилию володин вячеслав что ты можешь сказать по этому поводу бастры кину и краснову которым онкология взрыв онкологии в том числе среди членов их семей нафиг не нужен ну понятно да кому нужна эта болезнь володин кто патронирует корабль кому это выгодно кто тот всемогущий кто готов страну погубить враги и утопить не в к виде так враги кто этот всемогущий человек или люди как ты предполагаешь андрей викторович на самом деле там нет одного человека там есть группа лиц каждый из которых выполняет свои функциональные обязанности например министр союзного государства назаренко который тормозит 2019 года с августа 2019 года принятие решения о запрете технического поэтому украина белорусский министр который тормозит принятие это решение более того погоди как фамилия еще раз как фамилия назаренко 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 а лукашенко погоди секундочку лукашенко об этом знает или лукашенко не дай бог вдоль и наше предположение я думаю что он не глупый человек он знает потому что государственная корпорация бел молоко которая является монополистом по поставке продукции на территорию российской федерации это корпорация которая написала целый ряд писем против того чтобы россия прекратила экспорт технического полевого масла и государственные корпорации белоруссии это активнейший лоббист этого вопроса я думаю что назаренко как ставленник знаете таких красных директоров естественно проводит их линию интересно александр григорьевич получит наше обращение незамедлительно через посла в москве обещаю кто еще но за и фамилии пожалуйста хороший пошел разговор конкретный в российской федерации есть лоббисты в академии наук потому что академия наук постоянно отвечает о том что определить и разделить техническое и пальмовое масло россии не способна и на все указания о том что есть международные методики для того у нас есть лаборатории ну например институт питания российской нашей страны например роспотребнадзор нашей страны академии наук на на все письма на все запросы отвечает что нет мы не можем определить мы не можем отфильтровать эти письма подписывается обычно двумя-тремя замами президента российской академии наука если мы не можем классифицировать то естественно и нельзя его найти это вторая группа ну и наконец третья группа это чиновники причем это не высшие чиновники российской федерации я хочу напомнить о том что вице-премьер российской федерации госпожа голикова проводила уже дважды совещание на которых принимала решение запретить техническое пальмовое масло в российской федерации она подписывала документ а затем документ который спускался на более низкий уровень просто хоронится чиновниками никакие решения правительства российской федерации по этому поводу не проходят я могу попросить тебя написать в виде одной страничке формата а4 все это на бумаге но чтобы это было чтобы это был не твой запрос детки я хочу это был мой запрос генеральному прокурору отдельно я напишу письмо тот же текст лукашенко через посла передам немедленно голиковой чтоб понимала что она в этой стране никто ее ум или ее подчиненные татьяна николаевна такая девушка тура женщина у нас решительная может у нее взыграет что-то но разумеется мишустин и я хочу чтобы эти фамилии прозвучали в моем обращении внимание в гагу вот туда давай сделаем такой подарок нашим таскать вот всем этим старателям быть мой что-то открестится кто-то подаст на меня в суд то есть как предположение все говорим вот краснов проверить и скажет мы караулов и едили вправы или неправы если мы не право но пусть нас таскать накажут а если мы правы пусть накажут их давай сделаем такую акцию гуманитарную сейчас самое время собирать камни и раскидывать их только в сторону тех кто реально зарабатывает на том что внимание санкции приводит многие санкции приводят к тому что продуктов в россию заграничных будет не меньше не больше а меньше и на этом фоне пожалуйста кто-то решил на радость путину да и всем остальным кто бы этого не хотел я понимаю зачем путин онкология же денег стоит лечить кто бы хотел заработать свой карман давай сделать такую акцию мне нравится как ты берешь под козырек ты доктор наук ученые с мировыми ним и так далее и так далее скажи пожалуйста ты ожидал что когда начнется то что сейчас происходит вот эти эти люди разные выйдут из тени обнаглеют и корабль будет чаще курсировать между черным морем и заграничными странами малайзии в частности индонезии они практически заблокировали поставку семечки в российскую федерацию то есть они практически наши южные регионы на весенний весеннего села для того чтобы поставлять большее количество технического пальмового масла то есть они банкротят россию вот этого хода я даже не предположить я мог предположить что это конкуренция нормально но то что они просто пролоббируют запрет на семечку для нашей посягнуть я этого не ожидал ты не понимаешь они путину отмерили два месяца они уверены были что путина как бед ладана точечным ударом грохнет за все эти события имидж у путина за границей понятно какой они просто вылезают из тени потому что севта от этих точечных ударов не зависит им негодяям торопиться надо они же его уничтожают неужели непонятно где люди вот представляете наши крестьяне а это огромное количество людей спахали поля приготовить к севу выложили деньгами уже все то есть а вот ты мне объясни есть такой патрушев министр сельского хозяйства сын своих родителей он парень не глупый и куда же он смотрит он как объяснит что на глазах мин сельхоза происходит с семечкой то что происходит на самом деле он великолепные банкиры мы видели что он как банки очень хорошо умеет управлять финансами но я думаю что там происходит простая ситуация там происходит простой обман ведь на самом деле если бы многие из них знали что происходит внизу на земле я думаю что многие решения происходили вот по-другому я думаю что вокруг целого ряда людей принимающего решения образован информационный вакуум как вот Голикова приняла решение подписала спустила чиновникам а нет решения тихо похоронили а контроля нет никакого а сталинского контроля без федоров говорил сталин контролировал каждую свою бумагу каждую но лишь из главных бумаг как у него хватало времени память у память была дьявольская терпения но он звонил спрашивала вот то решение товарищ нарком выполнили а патрушу этого нет я правильно понимаю это разрушена общая система вот я когда опомянул о решении коллегии союзного государства 19 года августа и там было срок исполнения всего два месяца соответствии со всеми нормативами инструкциями и так далее прошло 19 августа 19 года уже больше двух с половиной лет и решения не выполнены никто даже не вспомнил о том что надо выполнить отсутствие единой системы государственного контроля и надзора а не кажется тебе что наш друг аркаш мамонтов журналист попал под международные санкции вместе с соловьевым которого никакого отношения не имеет просто не имеет эфиров на канале россии уже давно именно за свои расследования про пальмовое масло андрей викторович я могу жесткую вещь сказать я не удивлюсь если и вы попадете под такие санкции потому что силы пальмовиков огромные и они в международном ну представьте что они заставили минцельхоз разных стран принять всякие решения по нашей стране то есть и то что ни за что ни за что практически человек который последнее время боролся с пальмой он не говорил плохо не американских президентах то есть он не занимался политикой он занимался чисто спасением россиян он и попал под санкцию жду от тебя такой бумаги мы и публикуем на караулов live она будет за моей подписью то что ты автора пусть останется между нами и нашими зрителями но клянусь если в установленный законом срок 30 дней для госчиновников я от красного бастрыкина от голикова от всех не получу ответа мы завалим их эфирами и не дадим ну что называется время время изменилось понимаешь это пришло время на самом деле наводить порядок по всем фронтам не там а тут то есть там и туда прежде всего тут конечно в своем отечестве мы договорились спасибо за интервью я не боюсь никаких санкций мне 64 года у меня там нет ничего не счетов не квартир не любовниц никого хотя можете к сожалению не знаю вот к радости моей жены которая слушает меня и улыбается сидит улыбаешься то лучше чтобы было хотя все но бы отняли правильно сделали нет нет не боюсь ничего жду бумагу мою на караулов live опубликуем чтобы все было открыто и с этого момента наша борьба за здоровье наших граждан переходишь в открытую фазу все публично все как достояние всех но слава богу у нас подписчиков около двух миллионов а просмотров до 7 8 миллионов каждый день мне есть чем гордиться жду спасибо и Продолжение следует...